Приветствую Вас! Прочитал Ваш вопрос и думаю, что смогу на него ответить. Постараюсь на него ответить. Значит, я буду читать Ваш текст и давать комментарии. Мне 25 лет, а я первый раз обращаюсь к психологам и мне трудно писать, не знаю, с чего начать. Скажите, пожалуйста, то, что Вы первый раз обращаетесь к психологам, это понятно и это нормально. Потому что все первый раз обращаются рано или поздно к кому-то. Кто-то к врачу, кто-то к адвокату, кто-то еще куда-то. То есть это на самом деле не так важно, что Вы первый раз обращаетесь к кому-то. Важно другое, что Вам трудно писать. Вот Вы знаете, по моему мнению, то, что Вам трудно писать, является проявлением того факта, что Вы себя не принимаете. Не принимаете Вы себя такой, какая Вы есть, не принимаете Вы себя в той форме, какой Вы есть сейчас, на данный момент. И именно поэтому Вам, собственно говоря, и знала семья. Только в семье Вы способны компенсировать неприятие себя, возможно. способны компенсировать отсутствие своей самодостаточности и, наверное, любви к себе, которой у Вас нет. Я снимаю комнату с подругами. То есть Вы, год назад, я еще жила в жене своего парня с его мамой. Отношения длили два года назад, один год, из которых мы прожили вместе. Хорошо. Вы до того, как жили, начали жить парнем, Вы жили где? Наверное, со своими родителями, я так полагаю. Какие у Вас отношения с Вашими родителями? Например, отношения с мамой, допустим, или отношения, например, с отцом. Как вот Вы взаимодействуете с тем и другой. Да? То есть понятно. С отцом и матерью. Как у Вас складывались отношения в семье? Это, на мой взгляд, очень и очень важно, потому что можно говорить о том, что именно из-за этого, то есть из-за того, что у Вас не было достаточного количества активного взаимодействия со своими родителями, получилось то, что получилось. То есть я имею ввиду именно вот данную ситуацию, которая у Вас произошла. Да? Понимаете, о чем я говорю. Значит, далее, посмотрите. Вы соглашаетесь на условия своему мужчине жить в его квартире вместе, значит, с его мамой. Да? То есть Вы, как бы, сами себя загнали в определенный угол. И вопрос в том, опять же, для чего Вы это делаете, для чего Вы именно так поступили. Далее. Значит, вообще отношения через пять лет назад. Тогда я всячески игнорировал этого молодого человека. Ну, как молодого, сейчас ему тридцать два. Ну, тогда-то ему было двадцать семь. А вам целом, соответственно, двадцать лет надет. И он живет сам, ибо не может найти в себе силы приехать и жить своей жизнью. Ну, опять же, это его выбор, и это его право жить так, как он хочет, так, как он может, так, как ему позволяют его ресурсы, его ситуации. И тогда вопрос в том, почему Вы, будучи недовольны его выбором, значит, как бы, связываете свою жизнь с ним. Вот это вот, на мой взгляд, непонятно. Потому что, ну, логично, что, если, например, если, например, Вы считаете, что жить нужно, скажем так, если Вы считаете, что жить нужно отдельно от мамы, да, Вы считаете, что молодой человек не должен жить со своей мамой. Но, опять же, это Ваше право так считать. Это Ваше право так думать, да. Вот. Что Вы же вправе сами не принимать его позицию. Понимаете, Вы вправе сами его позицию и себя не насиловать, если Вы действительно, если Вы действительно не хотите, например, если Вы действительно не хотите жить так. Но вы же почему-то согласились, вот и вопрос заключается в том, почему. И я полагаю, что именно на этот вопрос вам и нужно ответить. Я полагаю, что именно на данный аспект вам нужно обратить свое прицелое внимание. Далее, значит, никогда не думалось, что смогу полюбить человека с такими проблемами, если честно, многоградно приедало ему мозг по этому поводу. Ну, опять же, непонятно, почему вы приедали мозг к нему по этому поводу, а сами, да, не брали ответственность за свою жизнь на себя. То есть вместо того, чтобы самостоятельно обустраивать свою жизнь, вы ждали чего-то от него. Непонятно, почему. Громе того, обычно любят людей не из-за отсутствия или наличия у них каких-либо проблем, а именно потому, что любят. То есть у этого нет каких-либо ограничений отдельных, понимаете? То есть я хочу сказать, что любовь, она не связана вот именно с кем есть или нет проблем у, скажем так, у человека. Понимаете, надеюсь, то, о чем я вам хотел сказать здесь и сейчас. Это, по моему мнению, является вашим заблудением, что вы полюбили обязательно того, у кого есть проблемы. Далее, значит, все эти навыки, как у всех, с романтики, банкропков, типа, привезти кофе в 8 утра к нему подъездку и так далее. Но с момента, когда я согласился у него, все изменилось. Это, кажется, типичная история, но я не могу ответа найти для себя. А нет вопроса, чтобы получить ответ, нет вопроса. Вы себе не задаете никакого вопроса. Вы говорите, что все изменилось, когда вы согласились у него, но непонятно, почему вы смирялись с этими изменениями. Он гуляющий парень и поздно и познакомились мы с ним в баре. А почему вы гуляющие, что заставляло вас гулять в барах? Почти каждые выходные, когда я взял у него, он приходил домой в 5 утра и, естественно, у меня была истерика, которые в будущем переносли панические атаки. Я не могла думать ни о чем другом. Я боялся уходных и часто болел он с собой. Он меня не брал и придумывал разного для этого причины. Но непонятно, почему вы сами не ходили в бар, если ходил в бар он. То есть непонятно, почему вы выбрали для себя поздившую, опять же, жертву. И почему у вас были истерики из-за того, что он уходил в бар. Ну уходил, уходил, а вы поднимали со своими делами. То есть я полагаю, что причина не в том, как он себя вел с вами, а причина в том, как вы себя позиционировали вашим этим. Потому что, опять же, это его право, например, не брать вас с собой в бар. Но и ваше право не сидеть дома, а делать то, что вам нравится. И если вы этого не делали, если вы этим не занимали, то я полагаю, что ситуация довольно плачевная. И связана она, опять же, с тем, как вы сами себя позиционируете. И разбираться нужно, в первую очередь, именно вот с этими, на мой взгляд, важными моментами в вашем восприятии и восприятии себя. Себя самой, например. Далее, далее, значит, я уже тогда понимал, что добирал себя до этого сама, да, но при этом ничего не делаю. Потому что вам нужна была семья, потому что без нее вы, предлагаю вам проводить это мое предложение. С его мамой тоже были напряги, мы жили как три соседа, каждый там по себе. И вы, что интересно, позволяли этому происходить. То есть, мама-то и ваш парень, они, я полагаю, имеют право так жить просто потому, что таков их выбор. А вот почему вы позволяли себе так жить, это вот, на мой взгляд, опять же, довольно важный вопрос, на который, мне кажется, вам, для начала, именно вам нужно найти ответ. Потому что без этого ответа, я полагаю, что не будет ясно, как вы оказались с субъективной точки зрения там, где вы сейчас. Далее, значит, когда мы сходили, когда он говорил, мам, я ушел, мне было, мы ушли. И из-за этого я предъявлял ему. Вообще-то говоря, ваш молодой человек поступал довольно-таки правильно. То есть, не в том плане, что он прав, что вел себя эгоистично, а скорее в том плане, что он сам для себя поступал верно, в том плане, что он говорил о себе. Вам же, вам же нужно было, чтобы он обязательно говорил мы. Для чего? Для чего? Чтобы вы чувствовали себя нужной, чтобы вы чувствовали себя важной, чтобы у вас была та самая семья, о которой вы вначале говорили. Вопрос заключается в том, для чего она вам нужна вообще. Вот все, на мой взгляд, важный очень момент, потому что до тех пор, пока вы не поймете своих истинных мотивов, которые вами движут, нельзя говорить о том, что можно понять, что с вами происходит. Далее, значит, так. И вы предъявляли ему за то, что вас не обезличивали. Вы предъявляли ему за то, что он говорил я, а не мы. Вы хотите этого мы, чтобы раствориться в этом мы и обезличить себя. Ему вполне вероятно и, скорее всего, не нравилось то, что вы пытались в нем раствориться. Мама современная женщина, которая молодится, приводила домой 25-летнюю подругу, и мой парень рассказывал, что она, они а-ля, встречались, и мама очень бы на этом рада, но он понял, что она им не подходит по запаху и так далее. Ну, здесь просто уже явное пренебрежение вами и неуважение к вам, самое главное. Опять же, у вас не было личных границ, вы их не установили, и я полагаю, что не уважая себя, вы не можете рассчитывать на уважение других. Этот год был просто адом, но уйти я почему-то не могла. Нет такого слова для взрослого человека, как не могу, есть слово не хочу и надо. Вы не хотели уходить, потому что вам это было нужно. Вопрос в том, для чего. Но сегодня, год назад я сумел это сделать, вы молодец, только что заставило нас. Приехала к девчонкам, сменила работу, как-то передела, это все как-то легче стало. Потому что вы, наконец-то, начали продвигать свою собственную линию поведения и начали все-таки действовать личностно, а не заглядкой на него и на семью. Опять же, я опустилась во все тяжкие, тусовалась в барыках, в вечеринках, и это тоже помогло в какой-то степени. Вопрос. Зачем? Почему вы пускались во все тяжкие? Пустили? Зачем вы это делали? От чего вы бежите? Хой парень, конечно же, объявлялся на протяжении этого года, говорил, что хотел жениться на мне, но боится, что не встречал девушек лучше меня и так далее. Я велась на это первое время. Ну да, наш парень здесь действительно пытался вам заговаривать зубы, как говорится. Вопрос в том, для чего. Наверное, потому что знал, что только вы будете жить с ним вместе и с его мамой. Другие девушки на это не согласятся. Значит, я велась на это первое время, потом начала видеть в его баре с другими девушками, но он всегда при виде меня их бросал и общался со мной, хотя я понимаю, что это ничего не значит. Ну, тут вы правы, это действительно ничего не значит. Кроме того, это совершенно вопиющее, неуважительное отношение к вам. А я продолжаю оправдывать его, как обычно. Зачем? Потому что вам это выгодно. Выгодно для чего? Какая выгода у вас в оправдании его? Что вам нужно? И почему вы хотите получить это именно от него? Три месяца назад мне казалось, что все это закончилось, у меня появился новый парень, но встречались мы с ним только два месяца, когда я уехал в отпуск, вернулась, и меня снова накрыла волна тоски и желание семьи. Так, а почему вы, встречая два месяца с парнем, уехали в отпуск без него? И зачем вы с ним расстались? Какая была причина? Далее, волна тоски. Что есть тоска? Почему вы тоскуете? Для чего вам семья? Радуется ощущение, что вы просто не можете быть одна. Не можете быть одна. Боитесь о одиночестве. Это недостаточность любви к себе и неприятие опять же себя. Мне написала мама моего бывшего парня, и как-то мы вновь начали общаться, но от этого общения мне хочется пищевые плакать. Так, скажите мне, пожалуйста, как мама вашего парня относится к тому, что происходит именно с вами. Как мама вашего парня относится к тому, какие у вас отношения с молодым человеком? Пожалуйста, постарайтесь себе ответить на этот вопрос. И я полагаю, что справедливо будет сказать о том, что вы хотели всегда вернуться к нему. Справедливости ради, наверное, будет правильно сказать, что вам хотелось быть с ним, и вы просто поблудили опять же маме вас вести. Вы говорите, что как-то, я вот вам сейчас зачитаю, и как-то мы начали вновь общаться, вот это вот как-то мы вновь начали общаться, говорить о том, говорит о том, что вы снимаете в себя ответственность и сняли ее с себя полностью, целиком. Вернулась, но от этого вообще не хочется плакать правильно, потому что вы вновь перестали быть свободны. Вернулась эта боль, не могу себя понять, это типичная проблема женщины, когда понимаешь, что человек не твой, но постоянно думаешь о нем. Думаете вы не о нем, а о потребности, которые вы через него удовлетворяете. Плюс занятие на самооценке и непринятие в себя. Это идет из детства, и вам нужно не только прорабатывать свои отношения с родителями и менять отношения к себе, но и работать над самооценкой и над повышением уверенности в себе. У меня снова начались атаки, да, потому что вы боитесь, но правда в том, что касается панических атак, здесь вам надо обращаться к врачу, только он может вам помочь избавиться от них. Подержаться от смысла всех моих увлечений, интерес к работе и так далее. А какой раньше был смысл ваших увлечений? Понимаете, вы не могли, вы не можете просто взять и забыть смысл своих увлечений. Либо он у вас был, либо его не было. И если он у вас был, то непонятно, совершенно непонятно, почему вы его сейчас как бы забыли. Непонятно, почему вы его сейчас отодвинули на задний план. Ради чего? И для чего вы это сделали? Значит, смысл был не ваш. Смысл был не истинный. Смысл был не тот, о котором можно говорить. То есть, понимаете, какая ситуация? Если вы потеряли, как вы говорите, свой смысл, значит, он, этот самый смысл был не ваш. Он, этот самый смысл был ложным. А нужно понять истинный смысл. И тогда, я полагаю, вам будет куда проще и легче выстраивать свою линию поведения по отношению к окружающему вас в мир. Да. Понимаете, надеюсь, о чем идет речь сейчас. Значит, пытаюсь понять себя и помнить, что мне это помогало, но мои попытки не уничтожили с успехом. Ну, надо действительно проанализировать еще раз вам с психологом, что тогда помогло вам принять решение о переезде от него, и тогда уже будет ясно. Думаю, обязательно ему пора закончить это все, но так я уже сделал, иначе встречу все равно постарались. Потому что вы, еще раз повторяю, не несете ответственности за себя. Можете сколько угодно говорить, но мужчина слова ваши всерьез не будет воспринимать до тех пор, пока они не будут подкреплены делом. На этом все. Если у вас остались вопросы или какое-то недопонимание, или мой ответ в чем-то вам не ясен, пишите в личку, отвечу на вопросы, проясню ваши неточности и так далее. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok